Птицу шуму радует, как сети много, не видит, тут и кипяте, где-то, 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 где-то. Продолжение следует... Хаир Ле Ирте! С добрым утром, уважаемые телезрители! Сегодня 16 марта, среда. Местное телевидение начинает свои передачи. Ежегодно весной на предприятиях организации города, на совхозах, колхозах района проводятся технические осмотры автотранспорта. Сегодня наш репортаж Синаульского управления технологического транспорта объединения «Вашнефть». Водитель третьей колонны, Трутнев Леонид Иванович, работаю 23 года. Техосмотр готовили тщательно, конечно. Запчасти по возможности нам давали, какие нужны. Ну, покраска. Ну, если говорить, как готовились, то серьезно, конечно, готовились. Девять лет уже вот в машине. Каждый год проходим удачно. Ну, больше что я могу еще сказать? Если говорить, как готовились, это очень долго, конечно. Машина большая. Старались. Который это у Вас техосмотр в жизни? Это 9 лет этой машине, 9 год. А Вы сами? А сами 23 год. Спасибо. Я Фазлеев, Ирик, работаю, 67 год уже, машинист. На этой машине сколько Вы работаете? На этой машине работаю, 4 год уже. С Трутневым, от нас, с моим напарником. Значит, Вы прошли сегодня техосмотр? Как Вы считаете? Думаем, прошли. Обязательно должны пройти. Спасибо Вам большое. Желаем Вам успехов. Спасибо. Ахнат Ахтемович, как проходит сегодняшний техосмотр? Сегодняшний техосмотр, вот мы сегодня, в этом году, начали с Яновского УТТ объединения башни. Ну, как и в прошлые годы, Яновское УТТ относится к годовому техническому осмотру добросовестно. И в этом году, вот, мы уже проверили, успели проверить на это время 20 машин. Уже сразу видно, инженеры-технические работники Яновского УТТ отнеслись к этой работе добросовестно, подготовились. Все машины подкрасили, внешний вид хороший, а вот остальные технические состояния, вот, после будет ясно, как они подготовлены. А вот проверенные машины пока претензий нет. А есть ли какие-то изменения в этом году, проведение технических осмотров машин? В этом году, как и в те годы, техосмотр у нас будет проходить с 1 января по 31 июля. И повторно, которые, вот, в этом году, вот, автомашины, которые возят опасные грузы, будут проходить два раза. Автобусы также, вот, будут проходить два раза. И, поэтому, второй поток у нас будет с 1 сентября по 31 октября будут проходить остальные автомашины, которые должны проходить в течение года два раза. Ну, значит, есть основания, считаю, что коллектив управления технологическим транспортом готов к техническому осмотру основательно. Есть такое? Можно сказать так? Ну, это, конечно, сразу однозначно нельзя сказать. Вот, окончательный результат у нас, у них будет вот три потока будет проходить годовой технический осмотр. Но, если сказать, я уже в том году у них проводил годовой технический осмотр, я думаю, они не подпадут. Они всегда отнесутся, относятся к этому порученному делу, добросовестно. Ну, а мне хочется пожелать вам, чтобы и остальные технические осмотры прошли на этом же уровне примерно. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Это, конечно, большое количество техники, но думаю, с поставленной задачей мы справимся, и в течение 1994 года наш транспорт на линии будет работать безаварийно по техническим неисправностям. Мы находимся в агрегатном цехе нашего управления. Здесь производится капитальный ремонт двигателей, коробок передач, раздаточных, практически всех узлов агрегатов автомобиля, которые жизненно необходимы, говорим. Здесь руководит этим цехом старший мастер Порзов Александр Васильевич. Это ветеран нашего производства, работает более 20 лет. Здесь надо отметить также таких рабочих. Валехметов, Талгат Валехметов, слесарь, агрегатчик, который ремонтирует коробки передач, раздаточные коробки моста автомобилей всех марок. Хорошо трудится у нас молодой специалист, моторист по ремонту двигателей, дизельных двигателей Хакимов Анис Наилович. Работает тоже около 10 лет. Пока отказов от ремонтированных двигателей у него не было. Один из хороших работников данного цеха Галимов, Физанур Галимович, занимается ремонтом компрессоров, дисциплини, автомобилей всех марок, также водяных насосов. Работает у нас с 80-го года ветеран нашего производства. Мы находимся на посту диагностики ремонтно-механических мастерских. Здесь идет замер содержания предельно допустимых концентраций выхлопных газов. Работает здесь оператор Калантаев Николай Александрович, тоже один из ветеранов нашего производства. Здесь выдается талону таксичности после определения концентрации. Если содержание предельно допустимых концентраций выше, доводится до концентрации, здесь приглашаются и участвуют для проведения в соответствии слесаря по ремонту топливной аппаратуры. В этом году мы тщательно готовим технику людей, водительский состав для безаварийной работы. Вот вы видели цеха нашей, людей, практически люди подготовлены, они не подведут. Думаю, что мы с честью выйдем, справимся с поставленной задачей и будем работать безаварийной в течение года. Большое спасибо вам, Фарит Мухаммад Нурич, за беседу. Мы желаем вам, чтобы и в этом трудном 1994 году, как и в предыдущие годы, техосмотр прошел на вашем предприятии успешно. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 Играет музыка. Батырларға бұлдырасыз, рахмансызгә деп кышқыра томашашылар. Айгитлер инді бірсіннен бірсі ортырыға тырышы. Шынлапта кемдіңгіне женуші болып таныласы келмей? Шынлапта кемдіңгіне женуші болып таныласы кемдіңгіне женуші. Шынлапта кемдіңгіне женуші болып таныласы кемдіңгіне женуші. Мінашушы, күрліп ұзған бейрам туында біз бірнеше әкшінің фікірі білін ұртақылашып ұзырға болдық. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...